доброго времени суток дорогие друзья я приветствую вас всех на своем канале канале о вязании не только зовут меня ирина маркелова и канал мой называется ирина маркелова и сегодняшнее моего видео очередное видео шок для тех кто вяжет один процесс тот меня конечно не поймет но для тех кто вяжет не одну вещь только то есть многопроцессники они как бы меня поймут и не осудят возможно мой огород сейчас посыпется очень много камней ну сыпьте я дело броню и даже не собираюсь никак реагировать на все ваши выпады я вижу то что хочу вижу для себя вижу когда хочу с чего хочу и в общем то хочу сказать что некоторые там вяжут один процесс по месяцу по два по три а я умудряясь кучу процессов сделать кучу мастер-классов сделать и так далее и еще умудряясь походить в вязаных изделиях готовых так что приготовьтесь тем кому не интересно это видео закрывайте проходите мимо ищите видео по интересам а тем кто заинтересовал я предлагаю сесть поудобнее взять вязание чаёчек кофеёчек и и приготовиться смотреть смотрите какая куча смотрите какая куча у меня процессов это кстати еще не все ну что давайте начнем с самого первого который я сейчас усиленно вижу так как я 29 числа намерена лечь больницу то я сейчас усиленно вижу хочу обещанный мастер-класс выставить по вот этой туники семицветик и получается что уже вышла первая часть которой я рассказала как я рассчитываю кокетку свою как вяжется узор о том из какой пряжи я вязала какими спицами в общем я думаю что тот кто решит вязать эту тунику для него не составит сложности никакой потому что вот по тем расчетам которые я вам там рассказала я связала уже не одну тунику не знаю может быть уже когда-то кто-то вязал так честно я ни у кого не подсматривала это в процессе моего опыта я вот так вот для себя решила а знаете почему я сейчас расскажу потому что вот допустим на меня большая кокетка да если я буду ее вязать вы представляете какая юбка у меня солнциклу лишь получится если я буду вязать прибавляя вот так как и дают схемах и путем скажем проб и ошибок я вывела вот такую формулу то есть мне стрельнуло в голову что а почему бы не сделать вот так я знаю это значение я знаю то значение и я же как бы умею считать почему мне самостоятельно не высчитать как мне надо расширить сколько мне добавлять и так далее и конечно первоначально я вязала дочери потому что она меньшего размера и естественно там меньше временных затрат и если вдруг что-то не получится перевязать меньше составит проблем но слава богу все получилось и получилось неоднократно многократно и вот смотрите вот это кокетка у меня от семицветика да вот я беру кокетку от jasmine мне конечно не удобно здесь и посмотрите насколько шире это кокетка вы видите насколько шире потому что здесь делалось передо прибавление вот такое которое как бы я вязала изначально по схеме конечно на маленький размер все нормально но на мой размер это великовато было и после того как я стала вернее достала и хотела выйти в этой туники я связала ее конечно по себе и было все нормально но увидела что здесь вот видно белье нижнее если делать меньше кокетку то тогда естественно не хватит высоты самой кокетки и она будет куцая что я придумала я взяла и связала вот такой рукав фонарик видите он очень хорошо смотрится я сейчас не могу продемонстрировать когда второй свяжу я обязательно на себе покажу как это будет все выглядеть таким же узором я вижу только единственное что здесь у меня нет вот этой дорожки и не вижу а уже связала и мне осталось теперь то же самое связать на этом рукаве поэтому эта туника у меня лежит в недовязок но она у меня лежала по какой причине в недовязок не потому что там я ее забросила и все у меня не оказалось ниточек вот такого цвета потому что на эту тунику у меня пошло ровно 20 моточков ириса кировского вот я довязала и все я у меня был другого цвета ну я то думала что он подходит этот ирис а когда я начала вязать он он мне не подошел и вы знаете была целая проблема найти такого цвета ирис я обрезала моточек не моточек а ниточку отдавала продавцу в магазине она передавала хозяйке и хозяйка там где она покупает при мне привезла вот таких 10 моточков вот теперь у меня есть такие ниточки и и я довяжу тут как говорится начать и закончить да совсем немножко осталось довязать и тунику можно уже будет носить она у меня очень шикарная я думаю что я буду ходить не с удовольствием видите я тот кто видел эту мою тунику раньше да когда я показывала как я ее заканчивала у меня здесь был ну кайма назову это так кайма была другого цвета кипельно белого а это вот какой-то серебристо молочный понимаете вот такой цвет и не молочный и какой-то вот камера не передает но он такой интересный цвет вот все это я перевязала видите довязала красиво оформила низ мне очень нравится в общем в этой туники меня все устраивает и длина она по длине и по длине мне очень хороша в общем она вообще суперская и если вы свяжете такую тунику и тот кто смотрит мое видео и соберется вязать вяжите по расчетам вот вот этой семицветика тогда на вас ляжет как нельзя лучше поверьте ту тунику я выставляла на своем на своем канале два года назад мастер-класс этих расчета у меня еще даже и в голове не было понимаете еще я столько не связала чтобы как бы применить эти расчеты а сейчас я с уверенностью могу сказать что если вы поймете как я вижу вот этот принцип моего вязания то у вас будут вот такие туники получаться на ура опять же я говорю это применимо на мой большой размер к дочери дочери я вязала тоже применяла но он она-то поменьше там гораздо меньше таких прибавлений нужно ну то есть чтобы покат был нужно гораздо меньше поэтому там у нее немножко было по-другому но все это я все равно рассказала и в тунике вроде я об этом рассказывала там немножко другие расчеты я давала обо всех туниках которых я сейчас говорю на моем канале есть мастер-классы так что вы можете проходить в раздел видео или плейлисты смотреть и возможно вы вдохновитесь и свяжите такие туники себе кстати они вяжутся очень быстро потому что вот здесь у меня дива она же толстовата у нее 350 метров 100 граммов я за вчерашний день связала вот такую кокетку сегодня я себя плохо чувствую поэтому практически не вязала вот только эту часть я связала ну я сегодня мастер-класс выставила думаю что а сегодня у нас 27 часов 27 мая это если кто-то будет это видео смотреть позже и получается что завтра мне нужно будет возможно я сегодня довезу до подрезов но снимать мастер-класс буду завтра потому что у меня воспалились глаза как будто песка насыпано вчера было темно на улице у нас шел дождь и я напрягала зрение видимо усугубила немножко себе вот это получается у нас две туники которые я сейчас вижу вот и и теперь я вам покажу и еще две туники которые я тоже вижу да ну вы можете не верить что я вижу но я на самом деле вижу понемножку это туника фроди да это туника на мою дочь она связана тоже с ализе дива по ней я выставила тоже мастер-класс под этим видео я ссылки на плейлисты оставлю на каждую тунику которую я сейчас в этом видео показываю вы сможете пройти по ссылочке и посмотреть может быть вдохновитесь и свяжите значит смотрите в этом случае у меня потуники фроди произошла неприятная ситуация вчера я пыталась объяснить человеку свои расчеты а она начинающая она говорит я ни разу не вязала не знаю возможно мой языке недоступен я это прекрасно понимаю но в итоге получилось я еще и виновата я осталась и вчера очень сильно расстроилась и мне как бы вот говорят не обращайте внимания но научите меня как не обращать внимание не могу я не обращать внимание на такие вещи что в конечном итоге я говорю потрачено столько усилий потрачено столько времени Еще я осталась виновата, я уже не знаю Знаете, мне вчера хотелось сделать так, чтобы я для себя так решила Что не буду я больше, кроме как даю мастер-классы и разбирайтесь как хотите Но ведь попадаются и нормальные люди, те, которые действительно там написал им пару слов И все, и у них все сдвинулось с мертвой точки И они, он какие шедевры присылает мне фото И получается по одному человеку, нельзя же судить обо всех остальных Ну вот, вчерашняя ситуация, меня прям выбила из колеи Я сегодня не могу ничего делать, абсолютно И прям у меня подскочило давление Но давление может подскочило и в связи с тем, что на улице у нас то жарко, то дождь идет Не знаю Можно связывать и с этой ситуацией, можно с другими ситуациями связывать Но факт налицо Ой, я говорю, не хочешь себе зла, не делай людям добра Не знаю уже, как мне от этого застраховать себя И как мне не реагировать Как не реагировать, я не знаю, я вчера сидела вечером и думаю Вот мне говорят Не реагируй Ну как не реагировать Значит, что я хочу сказать Видите, в этом случае вот такие у меня лучики получились Они у меня действительно получились Я в видео говорила, что, товарищи, я изменила Если вы послушаете видео, то вы там услышите, что я внесла свои изменения и эту тунику вяжу По-любому Один в один не будет такая же самая туника, как там Поэтому Какие могут быть претензии? Ну пытайтесь Вяжите такую же тунику самостоятельно Там дана фотография Больше ничего нет Какая-то дана схема в других материалах, да В других подборках, которая тоже, она сюда не вписывается Я и увеличивала, и чего только не делала Ну не получается именно так, чтобы получилось Ну может быть путем проб и ошибок что-то получится Еще мне сказали, что плохо в видео видно, как я вязала крючком То есть я показывала, как можно вязать крючком вот сюда Но вы наберите в интернете тамбурный шов И посмотрите внимательно, как он вяжется, этот тамбурный шов И я думаю, что у вас все получится Я точно так же делала Я как бы его уже изначально, зная, как этот тамбурный шов вяжется Я неоднократно уже применяла его Вот И я пробовала, многократно пробовала Как бы мне применить на практике вот вязание Возможно, да, я пересмотрела видео Да, там в одном моменте как бы ушло мое изделие от камеры Но это недостаток того, что вяжешь перед камерой Очень неудобно Очень неудобно И поэтому я, конечно, приношу свои извинения Уже переснимать я не вижу смысла Потому что, в принципе, вы можете самостоятельно Если вы вяжете и будете смотреть это видео Еще раз скажу Как вяжется тамбурный шов Ну, а здесь у меня методом протяжек Я до конца довяжу методом протяжек Она у меня будет, скорее всего, не летняя, а зимняя Потому что она у меня очень плотно связана Эта туника И она такой будет осенний-весенний вариант Вот, поэтому Тоже я вяжу по чуть-чуть ее Они у меня все лежат Передо мной Чтобы вот на что глаз упал у меня Я той беру Вот утром проснулась На что глаз упал Я беру, то и вяжу Так Туника Бель Тоже двух видов А вообще я связала их Как говорится Не связала Связано у меня практически две Но будет их три Мне одна женщина написала Я выставила же на фото Тунику дочери, да Которую я связала На себе не выставляла Она мне говорит Как вы собираетесь ходить с такими полосками Ну Если бы вы посмотрели мастер-класс То бы вы увидели Что я показываю на своей Вот этой тунике И у меня здесь полосатая Только кокетка Вот И я не вижу абсолютно ничего Возможно, если вы Возможно, для женщин Которые невысокого роста Для женщин Девушек Конечно, полоски Как типа разрезают Там или еще что-то Но вы меня извините Что мне разрезать У меня метр семьдесят два Поэтому там Как бы По крайней мере Я ничего не вижу Такого Я как бы тоже У меня есть Систиль и вкус И все остальное Мне нравится Низ у меня Видите Вот такой Тело Почему В недовязок У меня Эта туника Я в ней уже ходила Она мне Коротковатая То есть Я хочу ее еще Удлинить На два Ну на три Может быть Рапорта То есть Не до конца Прикрыта Паховая Область Для тех Кто носит До бедра Возможно Или под юбки Если носить То Может быть Даже и длинновато Но так как Я хожу В брюках Поэтому Мне она Коротковатая И поэтому Она лежит И ждет Своего времени Потому что У меня даже Лежит она С матком Пряжи Ну нет У меня сейчас Эти все Недовязы Я по одному Буду с собой Брать в больницу Вот Ну и Эта туника У меня Получается Здесь у меня Рукавчик Один связан Второй Не связан И еще Тоже Нужно Связать Вниз И эта туника У меня Видите Какая То есть Верхушка У меня Здесь Зелененькая А дальше Она Такая Молочного Цвета Не знаю Что я там Еще придумаю Ну Видно будет Когда довяжу Вы все Увидите Вот Следующая Моя Работа Которая Находится Вне Довязов Но я Активно Тоже Ее Вяжу Это Чайка На каком Этапе Находится Она Вот Такая Моя Чайка Значит Смотрите Что я Сделала Я Разделила На рукава Вот У меня Рукава Здесь Здесь У меня Отдельно Туловище Передняя Часть Вот Как узнаю Это Вот Здесь У нас Были Прибавления И Вот Такое Почему Называется Чайка Потому Что Вот Видите Расходится Вот Так Полоски И Вот Я Связала Вот Столько Ростка Но Здесь Еще Мало У меня Азиатский Росток Будет Потому Что Когда Я Попробовала Вязать Поворотными Рядами На Тонком Хлопке Это Было Некрасиво Было Это Видно Все И Я От Этого Отказалась И Решила Вязать Таким Образом Вот То 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 Вязать Азиатский Росток Надеюсь Что У меня Все Получится Я Думаю Что У меня Все Получится Значит Меня Спрашивали Сколько На этом Этапе У меня Уже Пошло Мотков Я Взяла Пятый Моточек Здесь 50 Грамм В этом Моточке И Я Взяла Вот Получается Что У меня На Кокетку На Саму Чайка На Мои Габариты Пошло 4 Моточка Только Это Получается 200 Грамм Я Сейчас Затратила Всего У меня 10 Мотков И Я Думаю Что Мне Должно Хватить Опять же Как В процессе Чего У меня В голове Родится Какая Она Будет В конечном Итоге Я Пока Еще Вам Ничего Не Могу Сказать Потому Что У меня Когда Я Начинаю Процесс Одно В голове А В процессе Вязания Происходит Там Разные Метаморфозы В конечном Итоге На выходе У меня Чаще всего Получается Совершенно Другое Изделие От Задуманного Вот Так что Это Тоже Работа У меня В работе И Я Вам Неоднократно Показываю На Этапе Завершения А возможно И нет Не знаю Вот Получается Что Два дня Не прикасалась К этой Тунике Туника Апельсинка Мне Осталось Провязать Буквально 5-6 Рядов 1-2 А вообще 1-2 3-4 5 3-6 Рядов Мне Осталось Провязать И Можно Закрывать У меня На нее Тоже У меня Спрашивали Сколько У вас Пошло На мои Размеры Но Учитывайте Что На ваши Размеры Если Вы Не будете Вязать Так же Как я А я Вяжу Как Эту Тунику Она У меня Довольно Таки Длинная Вы Видите Какая Она Длинная Вот И Она У меня Очень Широкая Мне Там Тоже Писали В комментарии Вы Что Не Видите Что Она Вам Велика Я Обожаю Стиль Буха И У меня Изделия В большинстве Случа Широкие Хейвард Это Одна Из Любимых Моих Изделий Я Уже Не Одно Изделие Вязала Таким Способом И Меня Это Устраивает Так Вот У меня Вот Это Пятый Моточек И У меня Есть Шестой Моточек То Я Думаю Что На Два Рукава У Меня Хватит Я Сейчас Когда Довяжу Вот Этот Последний Лепесточек Десятый Перекину На Другие Спицы Эти Спицы Мне Нужны Будет Будут Для Вязания Рукава И Посмотрю Возможно Что-то У меня Останется От Рукава Так Как Мне Не Хочется Чтобы Какие Остатки Оставались Потому Что Если Вот Столько Останется Ни Туда Ни Сюда И Я Хочу Рукава Связать Вот Тоже Чтобы Они Были Вначале Связаны Лицевой Гладью А потом Вот Таким Ажурным Узором Вот Еще Не знаю То ли Это Будет Короткий Рукав То ли Три Четверти Я Буду Мерить На Себя И Буду Уже Смотреть Как Меня Удовлетворит Мой Рукав И Значит Если Я Свяжу Там Допустим Короткие Рукава То Я Еще Пущу Вниз Вязание Вот Этих Листочков Потому Что В принципе Можно Еще Добавить По Длине Вот Я Люблю Чтобы Чуть ли Не Как Платье Была Туника Вот Так Про Апельсинку Все Теперь Видите Я Уже Вытянула Свои Брюки Мне Мне Говорят Когда Вы Начнете Вязать Сегодня Уже Вязала Ко Мне Приходила Соседка Она Тоже Хочет Таким Узором Что То Вязать Я Даже Не знаю Что Возможно Вы Потом Увидите Я Уже Неоднократно Показывала Мастер Класс Тоже По Вязанию Этого Узора И Как Вяжется Такие Брюки Есть На Моем Канале Единственное Что Не Хватает У Меня Для Того Чтобы Я Полноценно Завершила Вязание Этих Брюк Это Пряжи Вот И Получается Что Сейчас У меня Нет Возможности Приобрести Эту Пряжу Но Я Хочу Довязать Ту Которая У меня Есть А вдруг У меня Хватит Потому Что Я Не знаю Сколько Мне Потребуется И Вы Знаете Вот Полежали Они У меня Немножко Эти Брюки И У меня Уже Родилась Новая Идея Вязание Этих Брюк Вот Пока Я С вами Делиться Не буду Потому Что Возможно Я Ее Не Применю Может Я Оставлю В таком Жи В виде Как Они У меня Есть Видите Сколько Уже Выполнено Какая Работа Выполнена Я Не могу Я Иной Раз Смотрю Думаю Неужели Это Столько Я Вязала Потому Что Мне Не боюсь Никакой Работы Не боюсь Больших Размеров Вы Если Видели Я Каждый раз Говорю О том Что Я Вяжу Чехлы Для Танков Значит Вот Еще У меня Сейчас Дилемма Стоит Я Уже Начала Тоже Начала Заниматься Значит Я Связала Вот Эту Тунику Зеленое Чудо Она Называется И Получается Что Дочь У меня Родила Благополучно Моего Золотого Мальчика И Когда Она После Родов Одела Эту Тунич Это Топ То Он Оказался На нее Мал И Теперь Я Вот Распускаю Спинку Мне Нужно Только Спинку Распустить По Переду Все Хорошо Потому Что На перед Я давала Больше На спинку Давала Меньше Здесь За счет Того Что Здесь Идут Ажурные Дорожки Видите Он Как бы Тянется Полотно А здесь Оно Вот Не Не Тянется Ничего Поэтому Я Распускаю Спинку Сейчас Распущу Отпарю И По новой Наберу У меня Есть еще Такая Пряжа И Перевяжу Спинку И Скорее Скорее Всего Что Я Ее Свяжу Точно Таким Же Узором Чтобы Вот Она Была Такая Пластичная Эластичная Вот Ну Когда Мы С дочерью Разговаривали Она Говорит Пускай Было Таким Узором На лето Наверное Хорошо Чтобы Проветривалось Так Что Моя Задача Переделать Еще Этот Топ Я Напланировала Себе Море Море Всего Всего Море Ну И Еще У меня Я уже Рассказывала И показывала У меня Даже На титуле Есть Это Роза Красивейшая Да Эта Роза У меня Связана Для Туники В стиле Боха От Второго Квадрата У меня Связано Немного Видите И Возможно Я Сниму Мастер-класс Не обещаю Не теребите Меня Не обещаю Но Возможно Возможно Я Решу Связать Вместе С вами Такую Тунику Но Пока Еще Не уверена Потому Что Здесь Нужно Показывать Каждый Ряд Я Сейчас Полежу В больнице Посмотрю Как я Себе Буду Чувствовать Тунику Когда Решу Как бы Войду 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 В свое Русло Потому Что Мне Хочется Как говорится Подобрать Хвосты До Того Как я Лягу В больницу Я Закрываю Заканчиваю Я Желаю Вам Легких Ровных Петелек Надеюсь Что Вы Хотя Бы Одним Изделием Вдохновились И Свяжете Что То Себе Такое Же Я С Вами Прощаюсь Совсем Ненадолго До Новых Встреч До Новых Видео С Вами Была Ирина